Чемпионат России и мира по спортивной джигитовке состоялся в Лыткарине. Лучшие мастера верховой езды со всего света состязались в течение пяти дней. Показали сложные акробатические приемы и свое мастерство во владении оружием. Оседлать коня попыталась и наш корреспондент Анна Троян. Я за он, я за он, каждый бросил коня, выстрелите, не поднялся в руках. Срелищно, красиво и сложно. Джигитовка – один из самых динамичных видов спорта, который вновь набирает обороты в России. А зародилось это искусство очень давно, во времена казачества. И даже сам Наполеон Бонапарт восхищался мастерством наших казаков. Безусловно, один из самых главных атрибутов джигитовки – это конь. На нем спортсмены и скачут, и танцуют, и выполняют всевозможные трюки. Мы решили проверить, каково это. И максимум, что я смогла сделать – это лишь оседлать коня. Конечно, в джигитовке нужна хорошая физическая, а также специальная подготовка, как и фанатизм. И в этом деле без храбрости, силы воли и любви к экстриму никуда. Джигитовка – единственная дисциплина конного спорта, которая пришла на мировой уровень, скажем так, из России. Дело в том, что вообще конный спорт – это спорт очень требующий, очень трудоемкий, я бы сказал. Здесь очень многое зависит от лошади. Поэтому лошадь требует очень большого времени по уходу, по обучению, по ее освоению. И далеко у каждой лошади свой характер. Первым этапом масштабного мероприятия стал 11-й чемпионат России, который впервые прошел в статусе официального спортивного мероприятия. В нем сразились более 20 сильнейших спортсменов из 8 регионов нашей необъятной родины. Почетное звание лучшего абсолютного чемпиона России в этом году по праву заслужил джигит из Волгоградской области – Константин Щеглов. Эту любовь к этим животным нельзя объяснить. А что сподвигать, ну это уже жизнь, потому что это тоже нельзя объяснить. Это уже как должное. То, что это адреналин, это экстрим, каждый раз что-то новое открываешь для себя, какие-то элементы. И самое главное – зрители. Четыре сильнейших российских спортсмена представили сборную России на чемпионате мира, который состоялся во второй раз. В нем свои умения уже показали спортсмены из 10 стран. Кроме России, Украины, Белоруссии и Молдовы, здесь и гости из Великобритании, Норвегии, Соединенных Штатов Америки, Турции и Иордании. Кстати, последние – не просто увлеченные люди, а представители Королевской конной полиции во главе с полковником. Один из разделов программы чемпионата мира – владение оружием. Всадники показали свое мастерство в пяти видах. Метали пики, стреляли из пистолета и лука, бросали ножи в мишени. А еще эмоционально показали владение шашкой. Среди участников есть и представительница слабого пола. Зана Кузинс из Англии доказала, что нет только русской женщине под силу войти в горящую избу и коня на скаку остановить. Я люблю этот спорт, я люблю джигитовку, это прекрасно. Я постоянно испытываю адреналин, из раза в раз мне это приносит удовольствие. В Англии нет таких соревнований, у нас есть лишь подобие средневековым состязаниям. Среди мастеров из Германии, что совершенно неудивительно, братья с русскими корнями – Антон и Борис Цульке. Составили достаточно сильную конкуренцию нашим спортсменам. У немцев они очень востребованные артисты, так как там братья почти единственные, кто владеет казачьей джигитовкой. Я этим занимаюсь, ну, наверное, уже 10 лет. Но я всегда стесняюсь говорить, сколько долго я уже занимаюсь джигитовкой, если смотреть, как хорошо джигитуют русские, потому что у них техника, конечно, намного лучше. Но должен подчеркнуть, что мы это все над своем энтузиазме, и без тренеров только сами. Мастера своего дела на чемпионате не только джигиты. Каждая из лошадей обладает недюжинным опытом. Условия состязаний максимально честны. Кони участникам доставались по жеребьевке. А на то, чтобы подружиться с животным, у спортсменов была всего пара дней. Знакомьтесь, это сокол, первый чемпион мира по джигитовке. Как оказалось, это у него в крови. Его порода – карачаевец. Так все же, кто главный в этом виде спорта – джигит или лошадь? Это явно вопрос спорный. Но точно лишь одно главное в джигитовке – это профессионализм обоих и способность спортсмена подчинить себе это волевое животное. Анна Троян, Дмитрий Родзянко и Никита Скраган, телеканал ЛРТ.